Девушки отдыхают Сохранение, как бы парадоксально это ни звучало, можно единственным образом – вскрыв курганы. Потом он прошел общественное обсуждение. И только после того уже специалисты приступили непосредственно к работам. Археологические бригады растянулись почти на 30 километров от Казановки до Берегчуля. На пути, где пролягут рельсы и шпалы, 12 курганов. Из них раскопать предстоит 8. За лопаты и кисточки хранители истории берутся с утра пораньше. Не терпится докопаться до истины. На этом кургане, например, к историческим открытиям только готовятся. Предположительно, курган может относиться к эпохе бронзы. То есть это возраст от 3000 лет и даже древнее. Либо, так сказать, будут скифские погребения. У них возраст порядка 2500 лет. Здесь, если это скифский курган, то должны быть предметы вооружения в мужских могилах. Это и бронзовые топоры, и кинжалы, и наконечники стрел, ножи. В женских преимущественно зеркала, какие-то украшения мелкие. Ну и обязательно керамика. Удача ждала археологов. Буквально за углом спасали могильник, но под толщей земли случайно обнаружили средневековую стоянку. Предположительно, в конце первого тысячелетия нашей эры на этом месте охотники и рыболовы разделывали добычу. Впрочем, удивительные открытия только начинаются. Чуть выше по аскизу, на стоянке Югачи-1, там были обнаружены жилые конструкции, несколько углубленные в землю, но не полуземлянки. Там были хозяйственные ямы зафиксированы, то есть следы достаточно продолжительной, устойчивой жизнедеятельности населения раннего железного века. По-видимому, все-таки тагарской культуры, потому что там много тагарских сосудов. Это середина второго тысячелетия до новой эры. Будущие выставочные экспонаты археологи забирают в лагерь, где находки для начала проходят банные процедуры. Очищаются от грязи, промываются. Затем их описывают и заносят в специальный реестр. У нас много остеологических остатков, которые имеют следы резки. Кроме того, рога имеют следы резки. Ну и типичный орудийный набор – это вот грузило. Это железные ножи, костяные наконечники. Вот такая интересная, красивая подвесочка оформлена. Работать археологи предположительно будут до октября и продолжат спасоперацию еще и в следующем году. Места научных работников, дорожные строители смогут занять только после того, как все исторические предметы вынуты с земли. Все находки в итоге попадут в музейный фонд Российской Федерации. Возможно, часть артефактов останется на территории Хакасии и будет передана в Республиканский музей. Юлия Свинцова, Руслан Шалгынов, РТС.